МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, всем здорова! Как вы знаете, сегодня у нас распродажа на Алиэкспресс, и не только на Алиэкспресс, а вообще во всех китайских магазинах. Вот, и я сегодня тоже решил закупиться, потому что почему бы не воспользоваться такой возможностью, потому что сегодня действительно можно дешевле закупиться, чем, допустим, было это вчера или чем будет завтра, потому что сегодня действуют скидки, купоны. И вот у меня как раз есть такие купоны. Я, значит, приобрел... Ну, еще пока не приобрел, потому что еще пока сама распродажа не началась. У меня сейчас 2 часа дня, а распродажа по моему времени начнется в 3 часа. Значит, у меня есть вот такие вот купоны. Вы видите, на 10 долларов, на 30, даже есть на 50 долларов. То есть, что дает этот купон? Допустим, вы покупаете телефон за 150 долларов и применяете этот купон. И вам 10 долларов этот купон списывает. То есть, вы покупаете за 140. Вот. А я покупаю 3 телефона, то есть, я экономлю на этом 30 долларов, получается. У меня есть несколько аккаунтов, которые я забил этими купонами. И 30 долларов я уже гарантированно сегодня сэкономлю. Это, ну, посчитайте сами, в рублях там около 2000. То есть, я считаю, что это неплохо. На эти деньги уже можно купить там чехлы, дополнительные какие-то стекла. Плюс я еще применю кэшбэк, естественно, для T-Shop. Ссылка, кстати, будет в описании. И еще сэкономлю. Ну и, в общем, какие телефоны я взял? Я взял себе 2 Redmi 4. Одну я взял версию дорогую, которая с 625 Snapdragon, которая с Full HD экраном. А одна версия простая, которая стоит 120 долларов. Она с 430 Snapdragon и с HD экраном. То есть, такие же характеристики, как у Redmi 3S. Но я хочу их сравнить. Тоже рассказать, стоит ли брать четверку или все-таки 3S. И сравнить еще 2 четверки между собой. То есть, младшую модификацию и старшую. Вот эти 2 версии я взял. Но, к сожалению, черного цвета не было. Я хотел, конечно, черный взять. Но черный просто нету его еще. Это надо ждать его долго. Короче, я взял золотой и, по-моему, белый. То есть, возьму золотой и белый. Вот так, наверное, я сделаю. Либо 2 золотых вообще возьму. Вот. И еще я взял один телефончик. Это Leeko. Le Cool Le 1. То есть, это Leeko совместилось, соединило свои силы с Coolpad. Coolpad есть еще такая компания. И они сделали совместный телефон. И получился Le Cool Le 1. То есть, там у нас 652 Snapdragon восьмиядерный. Там 3 гига оперативки. 32 встроенный. И стоит это всего 150 долларов. Я, кстати, все ссылки оставлю в описании, на что я купил. Потому что вот этот телефон, я считаю, очень-очень какой-то дешевый за такие характеристики. Там 2 еще камеры причем. Ну, правда, я еще не знаю, как они работают. Действительно ли это как-то круто скажется на качестве. Или это просто как в Redmi Pro. Там вторая камера так чисто для маркетинга. Она ничего там не играет, никакой роли. Она даже хуже делает фотографии. Вот. Ну, в общем, посмотрим. Вот этот телефон я еще заказал. В общем, получилось 3 телефона. Еще распродажи на GearBest. Я тоже оставлю ссылочку на Алиэкспрессе. Ну, посмотрите, там пройдите. Может, кому-то что-то надо купить. Оставлю я также самые интересные, на мой взгляд, предложения сегодня, которые можно купить. Ну, в основном телефоны. Конечно, я еще взял мелочевку всякую по распродаже. Потому что цены тоже дешевле. Я взял чехлы на телефоны. Вот на эти, которые я сейчас купил. Кстати, я еще взял Mi 5S. Вот с Mi 5S у меня получилась такая ситуация. Я его взял недели 2 назад. А сейчас он стоит на 30 долларов меньше. Представляете, чем я его тогда взял. Я его сейчас мог бы сэкономить 30 долларов. И так обидно, что я не дождался вот этой распродажи. Взял его раньше. Вот. Поэтому, конечно. Ну, вот на Mi 5S взял там чехлы и пленки. Короче, Mi 5S заказал себе. И, скорее всего, будет это мой новый телефон. Если он мне понравится. Также по мелочи взял там зубные щетки. Мне нравятся на Алиэкспрессе. Они такие с черной щетиной. Они очень мягкие. У меня десна эти. Как они? Чувствительные. Я очень люблю зубы чистить. Прям усердно и долго. И все время раздирают до крови. А вот эти черные с черными, с мягкими щетинами. Мне они нравятся. Они прям массируют. Я заказал еще много щеток этих на Алиэкспрессе. Тоже, наверное, ссылочку оставлю. В общем, ребят, что я вам хочу посоветовать взять? Ну, во-первых, берите, скорее всего, лучше всего, что-то уже проверенное. Не берите никакую ерунду. Берите либо Xiaomi, либо Meizu, либо Leica, Lecool тоже. Ну, на самом деле, вы сами, наверное, все знаете, какие варианты вам взять. Что, Redmi Note 3 Pro это отличный телефон. Вот Redmi Note 4 я вам не советую брать. Потому что, скорее всего, они сделают Redmi Note 4 Pro. И получится то же самое, что и с Redmi Note 3. Они сначала выпустили на MTK Redmi Note 3. Его никто не брал. Они потом выпустили на... А, нет, его наоборот брали. Его брали. И люди радовались, что они купили такой хороший телефон. Потом вышел Redmi Note 3 Pro с 650 Snapdragon. И он был уже в 100 раз лучше. И уже его стали покупать. А вот этот на Helio X10, он никому не стал нужен. Про него все забыли. Его сначала там старались по сниженной цене продавать. Потом вообще перестали продавать, потому что он нафиг никому не нужен. Так же может случиться с Redmi Note 4. Вы сейчас его купите, а потом через несколько месяцев появится Redmi Note 4 Pro. Который будет лучше, производительнее. Камеру они могут поставить лучше. И стоить будет примерно так же. И вам придется либо продавать, либо уже смириться с этим. Все будут брать Redmi Note 4 Pro. У вас будет просто Redmi Note 4 на кукурузном Helio X20. Который как бы, хоть там и 10 ядер, они ничего не решают. В общем, вот такое видео получилось. Три телефона я взял. Доволен. В принципе, сэкономил неплохо. Буду ждать доставки. Сейчас, конечно, тяжело, наверное, будет дождаться. Потому что у них огромный будет завал, скорее всего, на почте. Долго будут отправлять они эти посылки. Потому что по опыту предыдущих распродаж, да, всегда так было. Они очень долго отправляют. Почта забита. Ну, до Нового года, естественно, наверное, придет. Я надеюсь. Сегодня что у нас? Сейчас середина ноября, ну, может быть, в середине декабря, примерно через месяц, может быть, к концу декабря. Но до Нового года прийти должно все. Вот. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Давайте, удачи. Пишите, кстати, что вы купили. Мне тоже интересно. Мне было интересно, что же купить. Я до последнего не мог определиться, что себе купить. Ну, вот решил купить вот эти три телефона. Я думаю, они самые интересные. Redmi 4, он новый. Я думаю, будет интересно на него посмотреть. Особенно на старшую версию, на 625 Snapdragon. У меня еще такого телефона не было на этом процессоре. Он свежий. Он уже по 14 нанометрам выполнен. То есть он довольно-таки холодный должен быть и непрожорливый. Вот. Ладно, чуваки. Всем пока.